Пластика стара как мир, и мода на неё пришла задолго до появления Барби. Эту сенсионную подробность удалось узнать случайно. Вот, например, Джастин, типичный пациент. Внушительная мускулатура. Это всего лишь пластик и силикон. В груди импланты, вместо кубиков на животе полимерная решётка. Бицепсы лучше не сдавливать, могут лопнуть. Всё начиналось с невинного желания. Сделать упругими ягодицы, не изнуряя себя физическими нагрузками. Чтобы на фото выглядеть лучше. За 10 лет он сделал свыше 100 операций. Потратил четверть миллиона. Родителей нет, девушки тоже. Вот моя розовая квартира, мой розовый рай, моя мечта. Я считаю, что это мечта любой девушки. У каждой девушки должна быть своя огромная трёхкомнатная квартира со светлыми обоями, с новым ремонтом, в новом доме. Вот для меня мой мужчина создал этот рай, где я чувствую себя настоящей женщиной. Татьяна Тузова была замужем много раз. И каждый раз причиной развода было только одно – муж не давал денег на пластику. Когда она встретила своего нынешнего супруга, и тот подарил ей новую грудь, Татьяна поняла – это судьба. Теперь она – кукла Барби. Поёт, снимается в кино и раздаёт автографы. Много зарабатывает, но тратит ещё больше на внешность. В затылок дышат более молодые Барби. Я сейчас постоянно работаю в разных показах. У меня съёмки каждый день. Ежемесячно на поддержание внешности у меня уходит 100-150 тысяч. Я считаю, что это даже мало. Просто мне повезло, что от природы не уродина. Просто сделала себя ещё немножко лучше. Также я трачу около трёх часов на макияж и прическу. На мне сейчас волос на 50 тысяч рублей. Её английский коллега за 10 лет потратил почти 400 тысяч евро, чтобы стать Кеном, другом куклы Барби. Последняя операция – на носу. Но тело не приняло новых изменений. Вы видите дыру в моём носу. И я теперь очень странно дышу через нос. Даже страх смерти, уродства и болезней не может заставить нас остановиться. Мы хотим быть другими. Похожими на знаменитость или любовницу мужа многие начинают и не могут остановиться. Моё увлечение и пристрастие к классической хюргии началось ещё с лет 16-17, возможно. То есть я в 18 лет сделала носик, потом скулки, потом грудь, рёбра. И так пошло дальше. Александр Гусев был парнем с грубыми чертами лица. Начал с ринопластики – коррекции носа. Потом подбородок, разрез глаз, потом губы, грудь, рёбра, чтобы уменьшить талию. И, наконец, пол. Теперь он – Александра Гусева или Леди Гага из Самары. Сегодня ещё одна пластика у теперь уже родного хирурга. Я так понимаю, что у нас несколько этапов было, скажем так, трансформации, да, половодец трансформации. Когда вы сделали операцию по увеличению груди первую? Года два назад. Года два назад. Как вы себя чувствуете? Замечательно. Всё хорошо очень прижилось. И, в общем-то, вы, наверное, только, может, объём недовольны, да? Ну да, да, объёмчик можно, конечно, побольше. Побольше, да? Хорошо. Раза в три. Раза в три, понятно. Сейчас будем смотреть. Ну что ж, результат очень хороший. Да? Да. Не стоит больше? Я хочу безумно прям побольше. Я думаю, что… Вот так, думаю. Я думаю, что на этом надо остановиться, потому что они очень гармонируют с вашим общим, статусом Конституции. Вот фильм с участием легенды советского кино Любови Орловой. А вам куда надо, Михаил Михайлович? Он никогда не был на большом экране. И всё потому, что первая красавица СССР запретила его к показу. Сама видны следы пластических операций. Наталья Дрожжина из гильдии актёров знает эту историю не по слухам. Когда был просмотр отснятого материала, это я знаю, на студии, она просто выбежала и сказала, на полку выкиньте, это нельзя показывать людям. Она увидела себя совершенно другой на экране. Александров, хотя он любил её, и он, как влюблённый мужчина, всё время думал, что всё равно она такая, как она была. Но она женщина, и она поняла. Первую пластику Орлова сделала ещё до 30-ти. В Союзе таких операций не проводили, и Орлова оперировалась за границей. Вот фотография Любови Петровны Орловой, где она ещё не делала операции, где она только начинала свою карьеру, понимаете? Здесь совершенно другое выражение. Глаз и лица, и, как вам сказать, даже надежды на жизнь, счастье жизни. Настоящего лица Орловой широкий зритель не видел. Первую операцию она сделала сразу после войны, в 46-м. Перед съёмками фильма «Весна». С каждой картиной она менялась всё больше. В итоге мы запомнили её такой. Натянутое лицо, приподнятые брови и неестественная улыбка. Вот посмотрите внимательно. Не то, что это возраст. Это сделанные операции. Это наркоз. Это, понимаете, это не красота. Да. Себя. Далью. Я верю.